приветствую дорогие друзья всех на своем канале меня зовут дмитрий это видео выходит благодаря вашим комментариям под предыдущим видео сравнивали лампу накаливания и пленку теплые полы сложилось впечатление по вашим комментариям то что я топил за то что нельзя использовать пленку теплые полы в инкубаторе на самом деле андрей из белгорода прислал видео о том что можно использовать пленку теплые полы он добился прекрасных результатов видео я сейчас прикреплю чуть ниже инерция в инкубаторе 0 2 градуса в это же время на другой части нашей планеты владимир делает инкубатор из пенопласта и хочет использовать пленку теплые полы потому что принципе то она удобная по тому как ее располагать с другой стороны неудобно она большая но смысл в том что у владимира не получается добиться хороших результатов именно по гистерезису именно по разбросу в инкубаторе по температурам у него где-то больше где-то ниже температура все смысла работы этой пленки в том что она не греет воздух она же греет предметы которые находятся перед ней и получается если мы располагаем допустим пленку сверху она греет пол пола уже идет температура тем самым у нас есть какая-то значит температура внутри мы не будем сейчас говорить про инерцию мы поговорим о принципе работы самой этой пленкой значит мы расположили сверху снизу нас лоток с яйцами пленка греет яйцо а за счет того что яйцо греется и отдает тепло у нас поддерживается температуре в инкубаторе если пленку поставить по бокам то соответственно у нас будут греться яйца которые находятся по периметру этого инкубатора то есть вот эти яйца которые по бокам они будут греться больше чем которые внутри на которые не попадают эти лучшие опять же свистопляска по температуре с одной стороны да хорошо у нас всегда проблема в том что яйца в середине греются больше чем по наружу то есть стенки у нас холодные здесь всегда прохладно в центре всегда жарко кстати я сейчас сделал датчик на яйцо сейчас вы видите температуру это датчик на яйце 37 и 5 37 6 сейчас у меня где-то наверное пятый день инкубации завтра буду его скопировать выкидывать яйца кстати еще такой плюс первый раз я закинул все яйца которые у меня были собрал через за четыре дня 100 по моему 50 яиц закидал их туда прям гуртон когда раскопирование буду проводить я оставлю 120 яиц именно в лотках а сейчас они все лежат там кучей 37 5 37 6 сейчас как раз вот идет такой момент уже яйцо начинаем греться прогрев закончился температура 37 8 37 6 кстати кто смотрел видео по лампу накаливания за я поменял здесь автомобильные 12 вольтовые лампочки маленькие на большие 12 вольтовый блок у меня сгорел пришлось вот переделывать что я заметил 12 вольтовые маленькими лампочками у меня гестеризис был 0 2 градуса то есть вообще было замечательно с большими лампами у меня ничего не получается у меня гестеризис 0 3 градуса то есть опять же говорим о том что чем больше площадь нагревательного элемента тем больше будет инерция то есть большая лампа она остывает дольше маленькая лампа она остывает меньше только так я объясняю этот факт что у меня прибавился 0 1 градуса по инерции но принципе ничего страшного с датчиком на яйцо получилось замечательно я значит датчик взял кидаю его во все углы и у меня температура стояла 37 началась 37 и 2 сейчас вот 37 5 37 6 пляшет то есть сейчас уже переходит на 37 6 второй стадии инкубации яйцо начнет греться его нужно будет охлаждать здесь температура будет 38 и 5 39 как это достичь с пленкой я честно говоря не знаю потому что пленка с равно же будет греть именно поверхность яйца яйцо будет греться и отдавать температуру в инкубатор наши деды отцы и прадеды инкубировали со свечами с керосиновыми лампами и принципе все получалось но вопрос то в том какой вы хотите получить выводимость и сколько вы хотите потратить времени на саму инкубацию кто-то пишет комментарии о том что а как же романтика до образование новой жизни это же интересно когда ты ходишь в воду подливаешь следить за температурой следишь за влажностью да это интересно на 1 2 3 инкубатор вообще моя мечта это инкубатор со стопроцентной выводимостью полный автомат чтобы на это не тратить свое время я никогда не показывал сейчас я покажу вот допустим у меня есть инкубатор самый первый прототип это там значит вот так вот он отвалилась неважно значит здесь у нас решетка под яйцо здесь у нас верхняя крышка стоят лампы автомобильные лампы можно использовать автомобильные лампы это подсветка салона здесь у меня висел датчик она в этом инкубаторе выводимость выше 70 80 процентов здесь даже я скажу что 80 это нереально здесь была выводимость 60 70 процентов инкубатор с которым очень много было заморочек но по этой системе я еще понял что инкубатор однокамерные в принципе не подходит нужен двухкамерный инкубатор где греется воздух и потом уже подается в камеру разгоняется температура по всему периметру и так если я вам еще сильно не надоел давайте немного пофилософствуем значит первый вариант тогда когда вам нужен инкубатор раз в год когда вы хотите испытать какое-то чувство романтики хотите потешить свое эго то можно использовать все что угодно можно использовать пленку можно использовать каросиновую лампу как делали наши отцы и прадеды повторюсь но я хочу 100 процентов объясню почему если у нас допустим выводим из 70 процентов значит 30 процентов у нас задохликов не вывелись 30 процентов смертности то есть что-то в нашем инкубаторе не так именно на 30 процентов соответственно можно предположить что те 70 процентов 70 возьмем здесь 100 штук вывелось 70 30 погибло 70 штучек птичьих у нас с отклонением своего здоровья они развивались в плохих условиях вот их не значит состояние хуже на 30 процентов они вывелись да не выжили но они слабы их не здоровье пошатана на 30 процентов отсюда есть опять же в статье там в журналах везде написано что отход птицы в брудере 10-15 процентов это нормально 10-15 процентов это нормально я считаю что это ненормально сейчас значит я уже как будет как говорится мастерялся если поддерживать санитарные условия кстати не пою птицу не витаминами не антибиотиками ничем только хороший корм чистая кипяченая вода и гигиена все если у меня есть 100 погибает 12 то я считаю что что-то идет не так нужно быстро проверять все температуру корм проверить воду проверить моем чеплашки каждые вот если первые сутки у меня чеплашки моется каждые три часа отход вот я вам скажу что 12 для меня уже катастрофа нужно что-то делать поэтому вот эти 10-15 процентов когда журналов сказано что это нормально то я вам объясню почему у нас здоровье цыплят который вывели здесь 70 процентном соотношении у них она плохое это что вот из 70 оставшихся у нас еще 10 погибло это нормально потому что они развивались в плохих условиях не зря была пословица о том что цыплят по осени считают что у вас осталось осенью значит вот тут-то и этих цыплят и нужно считать соответственно если у вас инкубатор 70 процентов выводимость вот этот вот инкубатор 70 процентов выводимостью в руду ли у вас еще погибло 15-20 процентов до с прибавляем этих погибших на вот этого водимость они здесь погибли они уже здесь получили себе плохое здоровье я вот так вот буду тренировать или не знаю в месяц с падежом брудере выводимость уже не 70 а все 50 процентов считаем то осенью цыплят а здоровье мы заложили именно здесь поэтому инкубатор должен быть со стопроцентной выводимостью умеет знакомую которого водимость 101 102 процента по приколу кладет желтковые яйца и из них как ни странно выводится цыплята то есть вы представляете какое условие в инкубаторе да там дорогущее оборудование не читаю вот этим вещам поэтому смысла большого нет спорить о нагревательных элементах нужно сначала определиться для чего вы делаете инкубатор если опять же повторюсь потешить свое эго попробовать то можно то что угодно использовать у вас все равно выводимость будет кстати вот этот вот инкубатор делался именно по статьям вырезкам из журналов и этого по интернету именно по нормам по отходу птицы в инкубаторе и по брудере смотрите мне в итоге на мясо нужно 80 штук то есть у меня клетки освобождаются мне их надо забить и 80 штук этот инкубатор я сделал сразу же на 120 яиц для того чтобы здесь 20 яиц я откидываю на на неоплод или на невыводимость то есть 100 штук должно отсюда выйти потом я еще прикинул сразу что у меня 10-15 штук погибнет в брудере вот и в итоге у меня должно остаться 80 сейчас я вышел на такой момент что здесь из 120 у меня выходит где-то порядка 110 цыплят кстати сегодня я закинул это 50 штук завтра будет авоскопирование и все вот эти яйца которые не оплот я их откину может быть где-то помнул еще что-то увижу на авоскопирование трещину еще выкину то есть я здесь оставлю 120 оплодотворенных хороших яиц в итоге у меня останется 110 кто не смотрел предыдущие видео я всегда делаю выбраковку в первые два-три дня то есть для того чтобы не держать слабую птицу равно бывает папаша мамаша немножко почудили плохое здоровье выходит цыпленок то есть там сразу видно 15 граммовый и 7 граммовый вот и 7 граммовый я никогда не оставляю я сразу их откидываю то есть у меня оставляют цыплята уже 15-20 граммовые чуть меньше 10 их откидываю меня получается 80 штук уже нормальные которые пойдут дальше на мясо и вот эти вот 30 они выбраковываются я их не оставляю ни на продажу не оставляю не себе потому что это лишняя трата времени кормов воды место в рудере в клетке из него ничего не получится досмотрел до этого момента вы большой молодец в одном из комментариев было интересное предложение создать ватсапе или вайбере группу именно повод допустим инкубатора строению группу перепела там все что угодно то есть люди могут общаться между собой кому это интересно я же своей стороны считаю что эта идея неплохая это позволит обмениваться именно информация с людьми которые что-то делают своими руками выводят или вот допустим я искал информацию по датчику яйца и по температуре яйца какая оптимальная температура яйца все что я нашел это 37 5 38 5 то есть градус разброса для температуры яйца это нормально а где оптимальная температура я до сих пор информации не нашел кто знает кстати нормальную оптимальную температуру яйца пишите также в комментарии но на этом прощаемся всего доброго до встречи на канале